всем здорово ребят появилась новая вакансия которая сейчас хочу рассказать и она актуальна уже сейчас можно заезжать прямо завтра на сбор черешин эта работа находится под гданском я расскажу куда ехать и как добираться если кому-то будет интересно вот там внизу под ссылки снова такие все в описании описании вакансии и мои контакты вакансия еще бесплатно приглашение можно тоже получить бесплатно можно ехать работать по биометрическому паспорту с украины также сейчас отвечу на некоторые вопросы которые вы мне задавали итак первый вопрос могут ли ехать украинцы белорусы россияне русские да могут конечно если ты не агрессивно настроен против украинцев ты можешь приехать с россии с калининграда и так далее например вот потому что здесь географическая близость гданске и там калининград где-то 100 области короче ребята приезжали и спокойно себе работали были очень довольны белорусы могут также ехать и работать по визе приглашение еще раз мы высылаем так что все это бесплатно обращайтесь поводу самой работы сбор не на земле ну точнее не земляники там не клубники не работа именно в земле а сбор ягод которые растут на деревьях то есть такой вопрос еще что работа собой подразумевает мы будем лазить по деревьям ну да чувак ну типа по деревьям я лазил я собирал сливы я там работал и могу поделиться своим опытом собирал сливы яблоки груши и это работа руками да ты заводишь на дерево ты рвешь это яблочко который там поспела или ту грушку сливку и ты можешь также их есть я просто даже ничего практически не ел целыми днями только вот этим сливами и питался нам вот этим прикольно сбор фруктов на аккорд то есть твоя выручка твоя твой заработок зависит от того сколько ты насобираешь ящиков но есть такой бонус или не бонус ну как бы факт работа производится в бригадах то есть люди собираются бригады потом четыре человека по два человека я работал с братом у нас очень хорошо получалось и потом дневная выручка делится на бригаду то есть считается объем по килограммах сколько ты насобирал ящиков этих фруктов и как бы потом подсчитываться каждый день зарплата выплачиваются два раза в неделю по графику работы с утра стартует с 7 утра начала работы и примерно до 4 вечера может быть раньше если идет дождь что в гданске бывает раз две недели может пойти такой сильный ливень то работа отменяется как бы выходной вот потом еще какие-то были вопросы по поводу сейчас скажу тяжело ли работать вообще ну как тебе сказать для ребят которые приехали с деревни села и которые знают что такое сбор урожая что такое собирать яблоки и груши сливы и прочие фрукты они могут понимать что ну работа как бы физически на природе ну кому-то тяжело кому-то привычно мне не было тяжело мне было скучно просто потому что это одно и то же ты лазишь этим по рядам ходишь собираешь эти яблоки на обрываешь и складируешь их ящики ну как бы но это твои денежки типа сколько насобирал монеток с дерева столько и получишь вот не тяжелее чем настройки это стопудово говорю причем работа по сути неполный день до 4 вечера понты от чего зависит сколько ты заработаешь за день от ловкости твоих рук от того не будешь ли ты пинать не будешь ли ты там разговаривать и долго много или обедать сколько там ты можешь пойду кстати можешь взять обеду и в 10 утра можете позже пойти поездку и тебе нужно просто ты работаешь от выработки поэтому время как бы неважно как-то рима распорядишь так и будет еще такой странный вопрос или может кому-то интересно могу ли взять выходной себе дополнительно в субботу допустим если мне религия не позволяет работать по субботам но исключительный случай это как бы не подразумевает что ты можешь так сделать но за свой счет возможно ты договоришься с работодателем что вот и на такой религиозный не можешь работать субботу поэтому не будешь работать как бы но вариант конечно спорный сомнительный но такое не знаю обычно выходное воскресенье я уже сказал что выходной также может быть спонтанным когда идет ливень потому что работа на улице дальше вопрос смогу ли я поехать если мне не понравится то уехать через месяц к примеру это тоже плохой вариант поляки очень любят когда вы начинаете мы начинаем работать потом начинаем передумал захотел найти другую работу уехал поехал в общем выплаты я уже сказал два раза неделю тебя рассчитать в любом случае но есть как бы договор который ты подписываешь по приезду туда ты делаешь подписываешь договор что ты будешь работать месяц вот ты должен месяц отработать как бы подписал договор будь добр отработай после того как ты отработал минимальный срок по договору ты можешь развернуться уехать никакого кидала во все очень честно четко рассчитывают также оформление официальное я уже сказал или если не сказал то повторюсь что приглашение делают бесплатно официально также могут сделать дальнейшем приглашение на карту разрешения ли как это называется на карту побыта вот и предприятие стабильно платят хорошо ставки высокие по поводу сбора этих фруктов потому люди туда возвращаются из сезона в сезон и я даже когда работал работа с парнями которые приехали перед началом обучения поработали три месяца и уехали на машинках себе ну то есть они заработали себе на тачке на сборе яблок это нормально то есть заработать можно ребят я сам лично когда работал на сливах с братом мы делали максимум что мы сделали это 240 злотых в день насколько я помню ну это было максимальный просто рекорд потому что мы очень классно собирали вдвоем и не шараёбились ну и можно было зарабатывать и так было примерно неделю пока эти были сливы в общем-то можете сами посчитать минимально что может сделать в день это минимум 100 злотых это если никакой форс-мажор не произойдет там не типа не укороченный день или там что-то там произошло минимум 100 злотых ты будешь иметь за рабочий день а сколько там месяц получается в среднем давайте прикинем если ты заработал зарабатываешь в среднем 120 150 злотых в день то 6 дней неделю ты работаешь 24 дня в месяц примерно ты получишь вот 2 400 2 500 злотых минимум 2000 злотых свои ты получишь это ну вот сто процентов где находится сама работа я дам инструкцию когда ехать работа находится в поселке который находится за 30 очень часто регулярно автобус на котором вы доезжаете туда-обратно ну то есть ну на выходной или когда нет работы из-за дождя можно мотнуться в гданск погулять сходить пошопиться не знаю что это что еще делать по поводу условий проживания еще добавлю слова проживания общажные ребят как бы в польше я где не работал особо не встречал никаких шикарных условий проживания если это особенно если это общага ну как бы я не хочу вам рассказывать иллюзии но лично для меня ну как бы было сложно там жить во первых потому что сложности с интернетом типа вот с вайфаем там в общаге именно тот момент не было вайфая вайфаем пользовались все эти по своим с телефонов был вайфай только возле офиса но это не суть важно самом деле я ходил к офису сидел типа как не знаю как ощупенье с каком-то но с ноутбуком и хитом вайфай а так как бы все есть есть еду приготовить где есть холодильники есть кровати новые матрасы новые одеяло тоже и подушки были новые жили мы изначально когда начало сезона мало было людей нас было четверо в комнате два пацанчика которых я рассказал который на тачке все заработали а потом со временем приехали еще 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 люди и там уже оказалось 8 человек вот в комнате ну как бы людей много в другой комнате тоже 68 человек пары жили с парами как бы там еще было другой корпус общежития там вообще я туда не заходил но там жили люди именно сообща ну как бы так вот такие рабочие условия проживания все минимально необходимое есть душ тоже есть стиралка есть готовить еду есть где вот вроде все рассказал и еще раз напомню вот все ссылки по поводу детального описания вакансии в описании к видео также переходите по ссылке в группу на фб которые в которой появляются именно вакансии бесплатные по региону поморскому гданск и если заинтересовал данной вакансия пожалуйста обращайтесь в вайбер я оставлю номер или пишите в комментариях дополнительные вопросы потому что я как бы вроде со своей стороны все осветил все что мог добавлю от себя еще ну как бы я бы поехал еще раз на эту вакансию и мой брат кстати поедет еще раз потому что заработок в принципе нормальный тяжелого ничего нет просто иногда скучно нудно потому что девушка об одной тоже собираешь фруктики но если поиграть в игру компьютерную что каждая яблочко эта монетка это типа даже интересно лады на связи будем все пакет